Это могло быть обычным завтраком с обилием молочных продуктов, если бы не белые халаты, пронумерованные стаканчики и атмосфера исследования. Эксперты смотра конкурса оценивают качество молока и кисломолочных продуктов более чем от полутора десятков производителей со всей Сибири и даже из Казахстана. Чье конкретно молоко дегустируют, они не знают. В соседней комнате напиток разливают по одинаковым стаканчикам и нумеруют. Вкус и запах характерны для молока, без посторонних привкусов и запахов. Допускается легкий привкус и запах добавленных компонентов. Пользуясь случаем, задаем экспертам один из самых популярных сегодня вопросов. Почему порой только что купленное молоко скисает даже в холодильнике в течение нескольких часов? Если за полдня молоко с кислостью, то это, конечно, плохое молоко. Молоко – это среда для развития всех микроорганизмов, в том числе и не очень хороших. Соответственно, санитарное состояние данного производства было, скажем так, оставляет желать лучшего. А вообще молоко стоит 5-7 дней, то есть свободно. Параметров, по которым специалисты оценивают качество белоснежного продукта, множество. Во-первых, химический состав. Пропорции жиров и углеводов должны быть строго определенными. Во-вторых, сам вкус продукта. А вот здесь все очень непросто и зависит от восприятия. Мне по секрету сказали, что это молоко алтайское, а это приехало из Казахстана. Пробуем. Наше такое сладкое, насыщенное. Казахстанское. Не сладкое, такое ощущение, что его разбавили. А между тем, здесь и здесь содержание белков, углеводов и всего остального абсолютно одинаковое. Вот так все непросто. Но это я, дилетант, а профессионал на вкус и с помощью приборов способен уловить в десятки раз больше нюансов, на основе которых и решит, какое молоко лучше. И дело вкуса здесь второстепенно важнее. Жирность, питательность, отсутствие отбеливателей и вредных бактерий. Правда, есть признаки, которые способен увидеть каждый. Например, разные сорта сыра легко определить по внешнему виду. Если это сыр голландский, то тоже мы должны понимать, что на этом сфере не должно быть рисунка с щелевидной формой. Если это сыр витязь российский, который чаще всего пользуется спросом у нашего покупателя, то это красивый кружевной рисунок, который приятно радует глаз. Так что, говорят эксперты, если вы сомневаетесь в качестве продукта, то смело пишите претензию сначала в магазин, а затем, если там вас заявят, что все в порядке, уже в Роспотребнадзор. Но сегодня в центре внимания молоко и кисломолочные продукты. Сыры, мягкие и твердые, с плесенью и без, оценят завтра. Кроме того, в течение этой недели пройдут конференции и круглые столы, где обсудят перспективы молочной переработки. Завершится молочная неделя сырной ярмаркой, которая пройдет в субботу, 18 августа, на нулевом километре. Илья Кочетков, Павел Лаурин. Наши новости. Продолжение следует...